здравствуйте уважаемые пользователи ютуба в сегодняшнем видео уроке как я уже обещал мы с вами будем импортировать наш созданный меч в morrowind движок test construction set не буду долго трепаться скорее начнем мы в то время когда я начинал только знакомиться с этим движком на это был 2003 может вот где-то так у меня не было вообще никакой информации и до всего мне приходилось доходить самому но сегодня решил сделать видео урок об импорте в данный движок и думаю это существенно облегчит вашу жизнь если вы будете создавать какие-то моды для данной игры и так что нам для этого надо во первых нам нужен файл оригинальный файл с оружием как вы можете его получить а можете вы его получить очень просто распаковать архив morrowind.bca и все у вас пойдет хорошо я знаю что он у меня есть но только в какой папке skyrim.bca и morrowind.bca и нам нужна папка meshes в weapon axe топор марксмен кроссболл лук клеймора умбра вполне подойдет копируем вот она далее у вас должен быть в максе установлен плагин нефимпорта нефимпорт он так и называется sound.net что ли сайт я не помню как сайт называется но в общем то вы можете скачать найти в поисковике нефимпорт и скачать там установить под свой макс под версию своего макса чтобы раскрыть распаковать архив morrowind.bca которая содержится в папке дата файлы вам понадобится morrowind.onpacker или morrowind.bca.viewer в принципе программ много после чего вы получите вот такие вот файлы так подгружаем клеймора умбра импорт берем наш меч и отодвигаем его и что мы должны сделать мы просто должны подогнать наш меч вот и все каким нибудь таким вот образом под игрока вот это вот перекрестие здесь это то место где будет находиться его рука теперь мы его немножко под редактируем давайте весь под редактируем немного его вытянем но вот как то так что далее мы должны сделать единственное что я боюсь ручка будет большая слишком поэтому лучше нам ее уменьшить ну не слишком конечно конечно нет меч должен быть цельный поэтому давайте сожмем весь меч как то вот так хотя нет давайте оставим прежние формы возможно нам не придется редактировать ручку и так что мы делаем дальше далее мы удаляем меч умбры и ставим на его место наш меч вот берем текстуру что нам нужно далее сделать а далее нам нужно подготовить нашу текстуру вот наша текстура в gpg файле разрешение ее 1024 на 1024 вполне достаточно мы должны подготовить ее для движка открываем у меня этот редактор называется пейнтнет у вас вы можете открывать в фотошопе в принципе никакого значения не имеет главное у вас должен быть в фотошопе установлен плагин который называется dds-импорт и dds-экспорт потому что все изображения все текстуры содержатся в формате dds и tga в моровинде в чем мы должны сделать изменить размер хотя нет размер менять не надо потому что еще хотел обратить ваше внимание текстура ваша должна быть таких размеров либо 128 либо 64 на 64 либо 128 на 128 либо 256 на 256 либо 512 на 512 либо 1024 на 1024 вот так вот далее мы что делаем сохранить как убираем dds и сохраняем вот наша текстура текстурируем наш меч все он готов файл экспорт не давайте просто экспорт да и выбираем ниф ниф sword м 0 1 назовем так далее выбираем здесь моровинд здесь мы выбираем путь где будет находиться текстура у меня она будет находиться в этой папке текстуры с папкой мод все здесь больше ничего не менять не надо так как это файл ниф без анимации мы оставляем так как есть если он с анимацией вы меняете вот сюда сингл кф вич ниф отдельная кф анимация с нифом отдельная кф анимация без ниф файла нам нужно ниф во анимейшн все больше ничего менять не надо нажимаем экспорт экспортируется он без проблем так как у нас всего тут 306 файсов мы не закрываем наш редактор потому что возможно нам понадобится корректировка ну вот он сворту 01 открываем чтобы они открывались и вы могли просматривать их вам нужна программа которая называется нифскоуп вот мы видим наш меч уже ошибка одна главная видим наш меч с одной стороны а с этой стороны он не рендерится в чем была ошибка ошибка в том то что нижний слой копирован у нас чтобы и поэтому наша plane с обратной стороны не рендерится чтобы этого не происходило нужно просто выбрать стандартный материал нажать кнопочку two sided diffuse color сцена выбираем нашу диффузную текстуру и накладываем на меч теперь повторяем экспорт заменяем и опять просматриваем вот теперь он рендерится как видите с двух сторон без проблем вырезаем его и вставляем morrowind data файлы вы должны создать папку meshes если у вас ее нет у меня как видите она уже полная вставляем это есть далее берем текстуру нашу которую мы редактировали превратили в dds файл и вставляем папку textures mod у вас это может быть не мод любая другая папка так как путь вы прописываете в сами при экспорте из 3d max вот он далее мы должны примерить заходим в test construction set подгружаем наши дата файлы дата файлы и будут подскакивать ошибки эти ошибки связаны с плагинами Tribunal и Bloodmon какие-то ошибки диалогов но они уже были здесь то есть я тут ни при чем подгружаем подгружаем любую локацию подгружаем любую локацию все таки фрапс подгружает загружает немного компьютер не знаю почему без фрапса они у меня грузится в секунду включаем свет и мы оказываемся походу в районе где-то красной горы а может быть и нет да вот призрачный предел заходим в weapon найдем какой-нибудь меч что ли это у нас будет Long Blade One Heart длинный крюнок одноручный и называем его как-нибудь чтобы он появился в начале списка буква A будет A sword M01 назовем его как-нибудь так римский палаш значение это его стоимость пусть он будет подороже спид скорость пусть останется такой же вес немного повысим здоровье сделаем его хотя бы 600 далее 5 5 минимальное пусть будет 5 максимум будет 25 максимум слэш нет что-то многовато давайте 25 пусть будет 30 5 подгружаем наш нефайл ищем наш палаш который назывался sword м 0 1 он здесь сохраняем с sword м 0 1 с sword м 0 1 вот он кидаем сюда и видим он у нас появился в движке теперь мы должны проверить появится ли он у нас персонажа кидаем мпц на карту допустим подозрительного контрабандиста какого нибудь о тут я уже чье то лицо вставил так криво правда но вставил так weapon вот он клинок но его нет смысла удалять потому что так он все равно возьмет меч и смотрим что у нас получилось да меч конечно немного больше чем я думал именно поэтому нам нужно его уменьшить потому что это скорее в любом случае двуручные чем одноручные мы его удаляем у него и оставляем так как есть сейчас будем редактировать заходим в дата файлы meshes ищем наш sword m01 вырезаем его в принципе вырезать не обязательно если у вас в пути экспорта стоит то что будет папка муравьин то у меня стоит диск д поэтому кроме как на диск д он больше сохранять никуда не будет далее что мы делаем мы просто уменьшаем его скейл вот и все вот так вот как то можно чуть побольше наверно экспорт на вырезаем возвращаемся в меш вставляем на место возвращаемся в редактор в принципе его даже закрывать можно не закрывать его и видим наш меч уменьшился в принципе но что то он все равно какой то длинный мне кажется его надо уменьшить еще проделываем ту же самую процедуру то есть макс нет не макс meshes вырезаем вставляем диск д уменьшаем его скейл еще и экспортим и экспортим проверяем ой а где он у нас то я его удалил что ли да походу шейди смутер шейди смутер шейди смутер так па 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 вот он римский палаш ну вот теперь размер вполне одноручного мяча думаю этого будет достаточно можно было его еще немножко повертеть но я думаю этого этого хватит и так удаляем его у него теперь подгрузим местечко какое нибудь где я не был ну то есть если вы не хотите начинать новую игру то вам лучше перед тем как добавлять новые айтемы вы можете добавить айтем но он не появится так как у вас не началась новая игра и вы уже были если вы были в этом месте если вы открывали данную корзину и опять заходить туда залезть меча этого не будет которого вы туда положили так у блохия был бал море в этой игре я не заходил вот сюда кажется следовательно и меч должен появиться положим его вот сюда пусть он тут валяется нам же нужно его проверить сделаем ротацию пусть торчит из земли вот так вот как то так значит мне нужно пройти от блохи налево и в самую последнюю улицу все сохраняем осталось проверить этого нам нужен diamond tools и нужно подгрузить моровинт так сказать сейчас будем подгружать сейчас будем далее заходим в папку моровинда и запускаем игру квик сейфы у меня в сейдонине в самом начале игры по этому бал море наш меч в любом случае должен появиться крючок безмертия никто не помешал побыстрее можно у меня это и и и и и и и и Ну вот, мы пошли в Морровинд, подгружаем квик сейф. Уменьшим звук, чтобы я мог общаться с вами и пойдем к Балмору. Куда хотите? И наш меч должен быть где-то тут. Вот он. Как видите, он встал не совсем точно. Нужно уменьшить немножко скейл его. Чуть-чуть сжать. Но так, в принципе, он сидит в руке. Давайте попробуем кого-нибудь убить. Вот ее, например. У меня первый уровень, поэтому я буду промахиваться. Но, несмотря на то, что у меня первый уровень, я убиваю эту тетку с трех ударов. Вот. Что касается иконок. Их вы можете менять тоже там. Ресет икон. Галочка. Вкладочка. Иконки должны быть размером. По-моему, насколько мне не изменяет память. То ли 32, то ли 64 на 64. Формат DDS, если у вас есть плагины Blood Moon и Tribunal. И формат TGA, если у вас нет этих плагинов. Всем спасибо за внимание. Урок окончен. Подписывайтесь. Ставьте лайки.